Добрый вечер, мои дорогие подписчики! Добрый вечер, мальчики и девочки! Добрый вечер, все, кто случайно зашел на мой канал! Я рада вас приветствовать на своем канале, где я худею сама с помощью интервального голодания и кето-диеты. Мои дорогие, я сделала закупку овощей на неделю и решила поделиться с вами, что же я купила на целую неделю, что будет в моем пищевом рационе. Итак, купила вот такой вкусняшный, красивый, желтенький солнышко, такой, как солнышко, да, красивый такой цвет, лимон. Лимон люблю, добавляю в салаты, но сейчас вот я его взяла с той целью, я хочу пить холодную воду, ну не холодную, комнатной температуры, но надо добавлять туда лимончик, потому что установилась у нас очень сильная жара и как-то вот мне нравится в жару пить водичку с лимоном. Так что я взяла ее для воды. Сегодня я взяла свою любимую руколу. Руколу покупаю часто, очень ее люблю и покупаю ее часто. Набор зелени, здесь зеленый лук, петрушка и укроп. Конечно же взяла свои любимые розовые помидоры. Ну, вот такие огромные сегодня они были, поэтому я буду, наверное, по половинке за раз кушать. Ну, очень большие они, грамм по 200, наверное, одна помидорка. Купила вот такие вкусняшные, вот такие вкусняшные, очень симпатичные зелененькие перчики ранние тоже купила. И купила, конечно, свои любимые огурчики. Вот такие маленькие, это новый урожай наш подмосковный. И полкило, полкило шампиньонов. Шампиньоны очень люблю, добавляю в разные блюда, когда фарширую. Ну, это такие маленькие, фаршировать не буду. Добавляю часто. И, конечно, моя любимая белокочанная капуста. Она ранняя, тоже очень вкусная. У меня, вы знаете, появилось желание сварить щи со свежей капустой. Вообще, я вот про себя говорю, я не очень люблю первые блюда. Ну, супы. Очень редко готовлю, но это я такая вообще. Суп нам разрешается, суп там можно кушать в удовольствие. Это я такая. Ну, раз в неделю суп у меня, конечно, в рационе есть. И вот у меня сегодня появилось желание заварить супчик щи со свежей капусточкой. И у меня есть такой хороший кусочек свининки. И добавлю туда зелени побольше, лук пассирую на топленом масле, помидорчик. В общем, будет вкусно. Будет очень вкусно. Я хочу вот сварить щи. Итак, мои хорошие, вот у меня рацион на неделю. Значит, пачка руколы, пачка вот такая зелени, два перчика, качанчик капусты, полкило у меня помидорчиков, полкило у меня огурчиков, полкило шапиньонов, один лимон. И за это все я отдала 600 рублей. У меня запасы еще есть. У меня в морозилочке заморозка стручковой фасоли, маленько там сельдерей. По-моему, все. Так, по-моему, все, да. Ну, если вспомню, скажу. И вот, вот у меня такая овощная покупочка, которая обошлась в 600 рублей. Перчики я либо в салаты применю, либо буду делать, тушить что-то с овощами, с мясом. Ну, в общем, придумаю по ходу. Я говорю, я никогда не пишу меню. Ну, у меня все так спонтанно получается. И в этом плане себя не напрягаю. А сейчас такая жара стоит, мои хорошие. Ну, совсем не хочется кушать. Вот совсем. И вот пить хочется. Поэтому вот лимончик, говорю, купила, чтобы водичку разбавлять. И будет очень даже хорошо. Ну, как-то и жажду, и состояние. Вот я жару очень плохо переношу. Возможно, кому-то нравится жара. Для меня жара это как-то тяжеловато, так скажем. Итак, не будем о грустном. Все хорошо, идем к цели. Худеем, стройнеем, хорошеем. Сейчас я отвечу на вопросы наших дорогих новичков. Спасибо, мои хорошие девочки. Три девочки мне задали вопрос, задали в личку. Две у меня задали в WhatsApp, и одна задала в Одноклассника. Спасибо, спасибо, мои хорошие, что пришли на мой канал. Спасибо, что подписались. Спасибо, что сразу участвуете, задаете вопросы. Я хочу ответить и всегда вам говорю. Пишите, мои хорошие, задавайте вопросы. Отвечу всем и всегда. Если кто стесняется, пишите в личку, пишите в Одноклассники, пишите под видео. Отвечу всем и всегда. Итак, Верочка у меня задала вот такой вопрос. Как давно я сижу на этой диете и с какого веса начинала? Мои дорогие подписчики, которые со мной с первого дня, я перед вами извиняюсь, потому что получается, что я несколько раз рассказываю одно и то же. Но так как приходят у нас новички, и как-то не очень, да, будет гостеприимно отправлять, где-то искать на какое-то видео их. Поэтому я буду отвечать и думаю, ничего страшного из этого нет, что мы повторимся. Итак, 22 января я села на новый режим питания, это кето-диета и интервальное голодание. На тот период мой вес был 102-200. На сегодня, через 4,5 месяца, мой вес 84-700. Итого, за эти 4,5 месяца я скинула 17 килограмм 500 грамм. Я надеюсь, я этого очень хочу продолжать. Я от этого режим питания не хочу уходить. И, конечно, хочется по максимуму добиться хороших результатов по своему весу. Пока я не загадываю, но худеть мне, сами понимаете, и худеть, мой вес, я повторяюсь почти в каждом видео, что рост у меня маленький. Я метр пятьдесят пять. Итак, это был вопрос от Веры. Наташа вопрос. Она спросила, как часто я делаю разгрузочные дни? Наташа, разгрузочные дни я вообще не делаю. Я питаюсь интервально. И бывают такие моменты, когда я хочу просто один день посидеть на воде. Или бывают сухие, сухое голодание. Но я люблю водичку. Водичку я пью, поэтому я бы могла посидеть один день на воде и перенесу это спокойно. И, возможно, вот сейчас с наступлением жары даже, возможно, у меня будут такие дни, когда я буду просто сидеть на воде. Потому что на самом деле кушать совсем не хочется. Поэтому, Наташа, как таковых у меня разгрузочных дней нет. Мне и так хорошо идет вес, все ровненько, аккуратненько, потихоньку. А разгрузочный день или как, или просто голодание я могу сделать только по той причине, что сейчас очень жарко и кушать не хочется просто. И я знаю, что этот день я спокойно переживу. На водичке спокойно пью я 2 литра воды. Третий вопрос у меня поступил от Оксаны. Оксана поинтересовалась, какая моя итоговая цель и не боюсь ли я долго сидеть на диете. Итоговая моя цель похудеть по максимуму, близкому к моему, правильному, нормальному весу. Какая это цифра, ну, явно не как сейчас у меня 84-700. Конечно, хочется ближе к 60, если уж так по-честному так сказать. Но это будет все, как говорится, смотреться в ходе похудения. Как будет идти вес, как он будет у меня уходить. Не будет ли это как-то не очень... Возможно же, когда человек худеет, возможно же, бывает, что человеку не очень сильно нужно худеть, потому что человек может выглядеть даже старше, если человек перебирает как-то со своим похудением. Поэтому по ходу я ничего не загадываю, я не пугаю свой организм, я буду смотреть по ходу. То, что мне худеть нужно, ну, двадцатку это точно, я прекрасно это понимаю. А как уж он пойдет, вес, как оно все будет, я даже боюсь загадывать мои хорошие. Но худеть мне и худеть. Сами понимаете, что при моем маленьком росте я 84-700. Изначально, я уже повторила, изначально 4,5 месяца назад мой вес был 102-200. За этот период я скинула 17 килограмм 500 грамм. Итак, мои хорошие, я вам показала свои покупочки. Я ответила на ваши вопросы. И буду очень рада, если вы напишите свои комментарии. Я всем благодарна, всем моим хорошим подписчикам, гостям канала за то, что вы спрашиваете, интересуетесь, задаете вопросы. Я приветствую всех моих дорогих новичков. Спасибо, что пришли. Спасибо, что подписали. Спасибо, что задаете вопросы. И будем худеть, будем стройнеть вместе. И будем красивыми, стройными. И, главное, здоровыми. Итак, мои хорошие, кому понравилось мое видео, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим дизлайк. Но я все равно всех-всех вас жду на своем канале. Приходите. Не забывайте подписываться. Не забывайте ставить лайк. А пока, пока-пока.